Президент 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 Которые волновались за своих детей, они абсолютно правильно волнуются. Но у нас, если посмотреть по штатному расписанию всех силовых ведомств, у нас погоны носят и оружие почти 3 миллиона человек. Это огромная, хорошо обученная, оснащенная, организованная армия, которая прошла испытания и афганской войной, и чеченскими нюрельцами, и той ситуации, которая складывалась в Сирии. И оперативной обстановкой на Донбассе. Там вполне достаточно людей профессиональных, грамотных, способных принять разумные решения и обеспечить успех на поле боя. Что касается мобилизации по военным специальностям, востребованы будут те, кто непосредственно сегодня в состоянии управлять, в том числе и сухопутными войсками, обеспечивать необходимую связь и противовоздушную оборону. Таких тоже я посмотрел за последние 5 лет. В резерве достаточно много. Если некоторых из них призвать на службу и обеспечить им соответствующую подготовку и оснащение, они в состоянии выполнить любую боевую задачу. Для этого у страны есть возможность и есть мужество, чтобы принять такого рода решения. Некоторые говорят, вот надо всеобщую. Никакой всеобщей нет необходимости. У нас в советское время было призвано 33 миллиона, кто одевал шанели, для того, чтобы догнать фашистов до Берлина. Резервы современной России иммобилизационные. Примерно 18 миллионов человек. В данном случае Шойгу заявил, это речь идет примерно 300, это меньше 2% наших возможностей. Но очень важно, чтобы это было сделано с учетом всех проблем народно-хозяйственного комплекса. Я настаиваю на том, что в наше правительство и руководство немедленно все средства встречи с военно-промышленными руководителями собрали и представителей народно-хозяйственного комплекса. Никакой военный комплекс не может нормально функционировать, если у вас слабо работает народное хозяйство. Народное хозяйство тоже сегодня должно быть переведено на мобилизационные рейсы и обеспечивать всем необходимым, в первую очередь, тех, кто борется на передовой и защищает нашу страну. Без духовного подъема, без патриотического воспитания еще ни одна армия в мире не побеждала. Всегда нашу армию синяли и православным крестом, и выступали самые талантливые и опытные люди. Сегодня должны быть востребованы те, кто показал пример, как надо сражаться не только с оружием в руках, но и словом, начиная от Шолоха, Левитана, Иренбурга, Михалкова, Симонова. Сегодня должны быть востребованы и у Утесовой, и все, кто своим словом и яркой песней вдохновлял наших бойцов в годы Великой Отечественной войны. Исключительно важная принципиальная задача – поработать с молодым поколением. Нам придется восстанавливать и не только говорить о детско-юношеских школах. Указ президента подписан. Мы уже 20 лет формируем пионерские отряды, возрождаем комсомольские организации, студенческие отряды. Мы все делаем для того, чтобы молодежь была патриотичной и знала свою собственную историю. Если вы сегодня положите на стол, у вас будет 79 учебников по истории, из которых надо минимум 70 просто выбросить. Они не представляют никакого исторического интереса и не в состоянии мобилизовывать молодое поколение на борьбу против нацизма и бандеровщика. Нам надо в срочном порядке подготовить линейку патриотичных учебников, начиная от литературы, истории, общества, ведения, культуры, военной патриотики, военного дела, местной противовоздушной обороны и всего остального. Для этого у нас есть уникальный опыт. Кстати, если вы поднимете еще недавние учебники советской школы, там все великолепно описано за тысячу лет. Тя сволочь, которая пришла в 1991 году, первое, что она нам сделала, она разрушила нашу классическую русскую советскую школу, притащила иностранные программы и выхолостила все, что можно и нельзя. Я думаю, президенту надо почистить и свои ближайшие кабинеты. Уничтожал школу Фурсенко вместе с Ливановым. Они же, собственно говоря, и нашу высшую школу попытались лить с точным каналом. Если вы сейчас придете и посмотрите, как готовят студенчество вузов, они залезли все в интернет и изучают. Там нет ни одной фамилии, ни русского ученого, ни русского полководства, ни советского генерала, ни великого ученого, ни открывателя. Я недавно посмотрел фильм о том, это поставленный вместе с американцами о космосе. Там даже заслуги гениальные трех великих наших ученых, будь то Королев, Келдорш и Курчатов, без которых невозможно было создать ракетно-космический комплекс. И то там через строчку, сквозь зубы, в основном под приоритетом американских специалистов и их покровителей. Абсолютно неверные ни с точки зрения истории, ни с точки зрения безопасности концепции. Я говорю, что я бы прямо называл, кто сидит сегодня в киевских кабинетах. Я, правда, ему встречный вопрос задал, а почему не сидят в киевских кабинетах? У нас вполне достаточно средств для того, чтобы не сидели и не делали прямые указания. Они руководят всей военно-политической операцией. Для этого у нас есть все возможности, для того, чтобы, по крайней мере, резко осложнить им эти возможности. Еще раз настаиваю немедленным принятием мер по защите Донбасса. Я вчера с трибуны открыто сказал, любой военный специалист понимает и знает, что вы перестали стрелять из орудий, надо отрезать пути их доставки. Три железные дороги, три моста и два туннеля, по которым это проходит, под контролем, в том числе и наших средств. Давно можно было остановить их доставку на фронт против Донецка. А снарядов бы у них в лучшем случае от первого боекомплекта хватило бы на неделю от силы. А тут каждый день опять продолжают стрелять. Вполне можно было остановить это безобразие и безумие. Мы полностью поддерживаем волю граждан Малороссии, которые изъявили желание в срочном порядке провести референдум и присоединиться к России. Призываем это сделать всех нормальных и достойных граждан. Я считаю, надо обратиться нам ко всем гражданам Украины, ко всем людям патриотических взглядов, ко всем, кто под красным знаменем побеждал фашизм. Наш Союз Компартии это сделает немедленно. Мы считаем, что совместные действия в борьбе с нацизмом и фашизмом это святая обязанность всех, кто показывал пример годы Великой Отечественной войны. И последнее. Нам очень важно здесь, в Государственной Думе, понимать, что бюджет, который сейчас несет правительство, должен полностью соответствовать сегодняшнему выступлению президента и министра обороны и обеспечивать всем необходимым и гражданское население, и наши все виды производств, и военно-промышленный комплекс, и учебный процесс, и восстановление всех объектов, порушенных в тех регионах, которые в ближайшее время абсолютно уверен присоединяться к России. Я считаю, что здравые силы на Украине есть. Они вместе с нами сумеют дать отпор натовцам и фашистам. Фашизм не пройдет. Я призываю всех сплотиться во имя борьбы с самыми злобными силами. Мы сегодня должны решить на Донбассе и на Украине три принципиальных задачи. Сохранить и укрепить русский мир. Второе – не дать американским глобалистам и дальше диктовать свои условия. И третье – показать натовцам, что мы умеем сражаться. НАТО сегодня продолжает те идеи, которые вынашил Гитлер и все фашистские режимы, в том числе и прибалцы. Мы сумеем их в этот раз победить. Желаю всем успехов в этом победном матче.